Слушай, снимаешь? Ну да. Ну давай. А ты уже снимаешь? Слушай, я вот смотрю здесь вот в Ютубе, значит, Борис Акунин, слушай, Борис Акунин, там на канале Русский Норм, в Ютубе, Русский Норм. А я вот смотрел, смотрел, на 33-й минуте Борис Акунин говорит о том, что, ну какая идея, общенациональный проект мог бы захватить всех и каждого, которое всех бы интересовало. И вот он говорит о том, о чем я все время говорю. Он говорит о том, что это должна быть забота о детях. О детях. Это всех интересует будущее наших детей. И он говорит о том, о чем я говорю все время, о школе Homo Futurus, человек будущего. Он говорит о том, что важно, говорит, образование, чтобы каждый ребенок был в хорошей системе образования. Это и есть забота нас о будущем наших детей. Вот. Образование, да, что он говорит, как раз уже мы все время говорим, что у нас на стене в школе Homo Futurus человек больше давно написано, уже много лет. И я счастлив по этому вопросу. Есть совпадение. Есть совпадение мыслей умных людей, друзья. И он говорит, что образование должно быть основано, внимание, а у нас в школе Homo Futurus это и написано. Основано на обучении навыкам принятия решений в условиях неопределенности. Потому что никто же не знает, когда в будущем, когда что случается, чему учить ребенка в школе. То в первую очередь этому учить навыкам, чтобы он имел возможность в экстремальных каких-то изменяющихся условиях, условиях неожиданности, принимать адекватные решения в условиях неопределенности. Вот чему учить надо, чтобы дети были устойчивы на земле. И еще главное, на основе чего этому учить? Я вот это смотрю, вы посмотрите там, с 33 минуты. Там это вообще как-то у него называется, это канал «Русские нормы», Бориса Кунина, там «Национальные идеи», повторение истории новой книги. Ну, молодец, вот эти слова, которые он говорит об образовании, просто супер, полностью говорит о том, о чем написано у нас. И мы говорим все время о школе «Человек будущего». И он говорит, когда человек бывает счастлив, а именно как раз когда он умеет развивать и открывать свои способности. Так это и мы это как раз и говорим. Друзья, я счастлив, я надеюсь, многие люди, которые это понимают, о чем я говорю. Что должно быть главным для страны, которая захватит всех и каждого, это наша забота о наших детях, о нашем будущем. Это как раз таки образование, а в образовании основа это обучать детей как раз таки способности. Открывать свои способности, да, и уметь как раз таки принимать решения в условиях неопределенности. А у меня есть друг Павел Звитфуддин, который мне всегда говорит, и уметь, и уметь реабилитировать экстремальные территории. Правильно, Паша, поэтому я тебя люблю. Да, да, это как раз таки ситуация неопределенности в голове у человека и в территориях. Да, 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 вот этому надо учить наших детей, в первую очередь. До встречи, друзья.